Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В продолжении той темы, которая прозвучала в передаче с Кирой Прошутинской, хочу сообщить некую такую печальную вещь. Трудно сказать, по какой причине, но, наверное, в силу того, что Москва является самым бедным городом Российской Федерации, потому что как-то одновременно эти два процесса прошло. С одной стороны, в Думе попытка закон ввести, чтобы понизить возраст тюремной ответственности с 14 до 12 лет, а с другой стороны, закрытие в Москве всех школ для ребят с девиантным поведением. Ну, кто не знает, что такое девиантное поведение, это поведение, которое, ну, выходит за рамки обычного. Более десятка школ в Москве, которые созданы в середине десятых годов, они хорошо более-менее финансировались. Сейчас они переданы в департаменты каждого округа и, в общем, обречены на вымирание. Детей туда больше не дают и их приравнивают к обычным средним школам. А раньше они получали дополнительные финансовые возможности, потому что работа с такими подростками, она, ну, требует, во-первых, и большей квалификации, и большей такой самоотдачи. Вот, как всегда бывает в нашей стране, а в Москве мы давно замечаем о том, что если кладут асфальт, то, значит, скоро время придут его долбить. Здесь так же. За эти годы сложились очень серьезные коллективы педагогов, очень серьезные коллективы психологов. Система начала работать. На мой взгляд, как педагога, она совершенно необходима, потому что вот об этом мы в передаче говорили, необходимы такие учреждения, которые промежуточные между тюрьмой и обычной школой. Когда школа и семья не справляются, но семьи там, как правило, не могут справляться, потому что это семьи, как правило, социально убитые. Вот, дети в этом не виноваты, что они выросли в такой среде, когда не нужны родителям. Вот, и они приобрели некие навыки, которые несовместимы с жизнью в нормальном обществе. И вот эти школы для детей с девиантным поведением помогали этим подросткам не попасть в тюрьму, что очень важно. Устранив же из системы образования этот элемент, школ для таких детей, мы получим несколько сотен подростков, готовых к тому, чтобы сесть в тюрьму, но предварительно у кого-то из нас отнимут сумку, кому-то пороломят голову, кому-то ограбят квартиру и так далее. То есть это в нашей демографической ситуации, где каждый человечек должен быть на счету, и государство и народ должны потратить все силы, чтобы не отдать его на расстязание пороку и греху. Такие школы, которые помогают восстанавливать и компенсировать тот недостаток любви, который они испытывали в своих собственных семьях, это уничтожается. Причем уничтожается в период расцвета. Когда вот эта система у нас достигла своего замечательного педагогического развития. Раньше такой подход назывался негосударственным. Но, к сожалению, в нашем государстве, и в частности в моем родном городе Москве, вместо того, чтобы поддерживать эту систему, ее всячески развивать, и думать о том, как сделать ее более эффективным, ее хотят уничтожить на корне. И вот это, конечно, очень и очень печально. Поэтому я осмелюсь призвать всех тех, кто нас слышит и видит, постараться этому воспрепятствовать. Можно старинным советским медицинам писать письма, но это письма должны быть, конечно, не коррективные. И писать нужно самому мэру Сергею Семеновичу. Я не думаю, что глубоко вникает в эту тему, что он у нас человек новый. Но хотя бы он должен знать голос народа, что мы с этим не согласны. Мы и так почти потеряли этих ребят. Мы должны сделать все возможное, чтобы они стали полноценными гражданами. Это очень важно. Иначе жизнь в нашем городе станет еще хуже. Преступность увеличивается. У нас и так каждое десятое преступление совершается с подростками. И это закрытие этих школ будет способствовать тому, что детская подростковая преступность у нас возрастет. Поэтому почти без всякой надежды, но считаю своим долгом призвать всех тех, кто хочет потрудиться в этом направлении. Давайте. Теперь для меня стало понятным, когда дошла до меня эта весть, почему вдруг решили возраст понизить, с которым можно дитя посадить в тюрьму. Это самый простой способ. Всех посадить в тюрьму, тогда будет, так сказать, полный порядок. Это не выход. Не выход. Потому что в тюрьме каждый человек тоже дорого обходится и народу, и государству. И не менее дорого, чем находящийся в такой школе молодой человек. Поэтому выгоднее, чтобы был хоть какой-то шанс его социальной реабилитации. Потому что после прохождения тюремных университетов мы вряд ли сможем надеяться на получение добропослушного закону гражданина. Спасибо вам за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok